Привет всем! В этом видео очередной мой хендмейд, еще один рюкзачок. На этот раз рюкзачок я сделал в два раза меньше, чем предыдущий рюкзак. И появилась на базаре ткань Cordura 720, вот в таком мультикаме. И вот я сделал рюкзачок, он довольно-таки маленький, он размерами 43 см на 23 см, и в глубину 10 см. То есть такой, на денек куда-то выйти, прогуляться с ним, там небольшой запас каких-то вещей взять. Итак, о рюкзаке. Он имеет вот такую прямоугольную форму. Как я уже сказал, размеры его 43-23 см на 10 см. С тыльной стороны купил я ткань AirMesh, под низ подложил пенку, вот как каремат. И сюда, и сверху обшил AirMesh. Вот такие лямки, лямки S-образные. С-образные. Сюда шил их в шов, под с тыльной стороны тоже AirMesh и пенка от каремата здесь. Здесь нашита лента на него, для того, и сама нагрузка на лямки идет по ленте. Лямки сшиты как? Я наизнанку вывернул ткань, прошил, потом опять вывернул, и потом сверху опять прошил. То есть вот получается вот таким способом. Фастексы я не делал, здесь это трехщелевая пряжка, и вот здесь вот пришита вот так. Два, сделано 2, 2 утяжки с большой, с длинной лентой, для того, чтобы можно было что-то взять под, в скрутку взять под рюкзак. На всех лентах, так как они длинные, я вот сделал вот эту вот, вот такую вещь. Лента, с одной стороны липучка, с другой стороны, вот две части липучки. И когда сворачиваешь, свернул и, соответственно, собрал. И так тогда лента длинными кусками не болтается. Рукоятка из такой же ленты сделана. И я вот паракордом плетей отплел ее, да тогда ручка становится толще и удобнее. Она так в руке, так очень хорошо лежит. На двух бегунках, змейку использовал десятка. Вот два бегунка, эти паракорды с концовками взял со старого рюкзака, там распоротого у меня китайский рюкзак. Есть, распорол. На лицевой стороне, вот закрыта кусочком ткани липучка, на нем ник, ник мой, стропы моли на лицевой стороне и карман. Закрывающий целиком на липучке. Здесь в кармане вот такой маленький органайзер под ручку, ну, как три кармашка, подножик, ручку и зажигалку. Он идет до глубины всего рюкзака. Два колечка здесь пришиты для того, чтобы можно было Rush Chair System от 5.11 подсоединять. И тогда этот лицевой рюкзак можно носить другим способом. На лицевой стороне подсумок, размерами 19х19, вот, обычный утилитарный подсумок на трех лентах, без органайзера, без ничего, на двух бегунках. Вот такая лицевая сторона рюкзака. С одной стороны рюкзака утилитарный такой подсумочек, он 14х10 см. Вот здесь без ничего он такой, чуть меньше ладошки. Это сделано светоотражающе, если вдруг надо будет идти по проезжей части в темное время суток, для того, чтобы проезжающие машины могли тебя сдалека увидеть. И с этой стороны вот такой медицинский подсумок сделанный за рукоятку. Здесь она на липучке, платформа сама. Сделано для того, чтобы в медицинский подсумок можно было быстро снять с рюкзака. Вот сама платформа с лентами. И сам подсумок. Это 15 см на 10 см. Здесь с этой стороны липучки сделаны и петля. А здесь с стороны рукоятка, для того, чтобы можно было быстро раскрыть. Ну и сюда вот влазит по длине турникет, бинт, хлоргексидин, баночка. С этой стороны подсумки резинки, а с этой стороны кармашек, чтобы какой-то лейкопластырь или какие-то таблетки можно было положить. Он в глубину 5 см, то есть по 2,5 см с каждой стороны, как и этот подсумок. Они одинаковые. Но он чуть-чуть длиннее, я его сделал. Дно рюкзака. Тоже я сделал стропы моли. Сделал петли, чтобы что-нибудь можно было, тот же каремат, например, взять в скрутку вниз. И дно рюкзака. Я сюда вложил пенку на дно. Вот оно. И получается тогда дно твердое и непромокаемое. И придает какую-то форму рюкзаку. Вот этот подсумок у меня на вот этих клипсах делается. Сделан. Вот такой рюкзачок. Раскрывается змейка не до конца. На две трети. Но из-за того, что он маленьких размеров, этого вполне достаточно. Внутри рюкзака. Подкладочная ткань оранжевая. То есть никакой организации ничего нет. Здесь спинка с кордуры. Сделал для плотности и для надежности. И здесь пришит вот такой маленький кармашек, чтобы какую-то мелочь ключей кинуть. Вот такой рюкзачок. Сейчас еще покажу, как по-другому лицевой подсумок можно одеть. И что можно носить снаружи этого рюкзака. Ну вот, например, вот такое расположение подсумка. Вот сюда под подсумок можно каремат положить. Я использовал от 5.11 Rush TR System два ремня. Здесь пришел такие кольца. Фастексы застегиваются. А подсумок здесь застегивается вот таким способом. И сюда можно под подсумок какую-то вещь положить. Ну и пример, что может влезть в этот рюкзачок. Шлем крыжковый, чехол для камеры, литровая бутылка воды, консерва, судочек, стропорез и сидушка. Ну вот и такой небольшой рюкзачок у меня получился. Очень доволен им, что оно так вышло. Сейчас будем носить, смотреть, как он себя ведет, как работает. Все, большое спасибо за внимание. Всем пока.